С обзором главных событий этого дня в студии Ирина Никешина. Сегодня вы узнаете. В Ненецком округе приняли стратегию развития региона на ближайшее десятилетие. Мероприятия программы направлены на развитие экономики Ненецкого округа и повышение качества жизни северян. Вашуткинские озера, море Ю и Пымвашор – все это названия особо охраняемых природных территорий, которые расположены в Ненецком округе. Места поистине красивые, причем доступны они и туристам, и местным жителям. Фестиваль «Я люблю тебя жизнь» – это ежегодное и долгожданное событие для пенсионеров Ненецкого округа. Минувшие выходные он собрал в окружную столицу творческие коллективы клубов, общения людей высокого возраста и сельских поселений и города Наридмара. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие 20 минут. В Ненецком округе рассмотрели стратегию социально-экономического развития региона на ближайшее десятилетие. Подробности у моей коллеги Натальи Кисляковой. В структуре экономики округа 76% приходится на добычу нефти и газа. Из-за этого цена на нефть имеет большое влияние на бюджет. Поэтому в рамках стратегии социально-экономического развития было предложено для обеспечения устойчивости в кризисные периоды создать вторую ведущую отрасль – транспортно-логистическую. Стратегия предусмотрена создание благоприятных условий для проживания в округе и привлечения потенциальных кадров. Миссия Ненецкого автономного округа будет достигнута при выполнении трех следующих условий. Первое – обеспечение опережающего развития и диверсификации экономики округа в целях выполнения доходной части окружного бюджета. Второе – создание высокооплачиваемых рабочих мест в микро- и малых предприятиях. И третье – проведение передовой политики в социальной сфере за счет доведения социальных расходов окружного бюджета на душу населения до уровня ведущих арктических территорий мира. В соответствии со стратегией развития будут реализованы значимые инвестиционные проекты, связанные как с изучением недр и добычи углеводородов, так и с созданием новых логистических маршрутов. Это строительство порта по маршруту Северного морского пути, а также железнодорожные ветки до порта в Индиге. На самом деле стратегия не является волшебной палочкой, которая напишет нам поэтапно, что делать, какое оборудование купить и где его поставить. Стратегия – это высший документ цели и полагания, который мы себе определяем в качестве основных целей, которых мы должны достичь. Дальше это наша с вами работа. Стратегия социально-экономического развития Нининского округа принята совместно с планом ее реализации на срок до 2030 года. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Губернатор Нининского округа Александр Цибольский дал старт реализации долгосрочного проекта развития региона НАУ-100. Вероприятия программы рассчитаны на 10-летний период. Это своего рода дорожная карта стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Она была утверждена 19 сентября текущего года. По словам главы региона, в программу НАУ-100 войдут не менее 100 проектов, направленных на развитие экономики Нининского округа и повышение качества жизни северян. Я прошу всех внимательным образом к этому подключиться, в кратчайшие сроки нам оформить эти идеи. Те, которые у нас уже сегодня есть, я повторю, они все были выбраны благодаря широкому публичному обсуждению. И сейчас запустить также сбор предложений от наших жителей. Они зачастую лучше нас с вами понимают и чувствуют, что нужно сделать для того, чтобы действительно удовлетворить те потребности наших людей, в которых они по-настоящему нуждаются. И взять это в качестве нашей с вами работы, которую надо будет реализовать. По поручению Александра Цибульского возглавит работу по реализации 10-летней программы НАУ-100 заместитель губернатора Евгения Калашник. Вашуткинские озера, море Ю и Пымвашор – все это названия особо охраняемых природных территорий, которые расположены в Нинецком округе. Места поистине красивые, причем доступны они и туристам, и местным жителям. Все, что нужно, получит разрешение в Центре природопользования и охраны окружающей среды. Сотрудники Центра ведут постоянный контроль и мониторинг этих территорий. Рейды проводятся регулярно. В один из них отправилась и наша съемочная группа. Репортаж Алины Ваучейской. В рейд по особо охраняемым природным территориям сотрудники Регионального Центра природопользования отправляются ранним утром. Маршрут длинный. За день необходимо проинспектировать несколько ООПТ. Огромное количество территорий в Нинецком округе между собой связаны только воздушными трассами. А потому вертолет – это верный помощник природоохранных структур. Ведь с высотой полетами до крыла машины хорошо просматривается большинство особо охраняемых природных территорий. Первая точка в маршруте – памятник природы регионального значения Пымвашор. Его общая площадь – практически 2500 гектаров. Эта особо охраняемая природная территория была создана с целью сохранения и мониторинга за состоянием термальных источников и биологического разнообразия территории. Кстати, первое упоминание о Пымвашоре датируется 1849 годом. Радоновый источник обладает целебными свойствами и не замерзает круглый год. Термальные урочища Пымвашор – это единственные горячие источники за полярным кругом. Температура воды в этой ванне равна примерно 20 градусам, причем круглогодично. Туризм на территории памятника природы разрешен по согласованию с региональным центром природопользования и охраны окружающей среды. Правда, инфраструктура здесь требует обновления. Тем не менее, источники пользуются популярностью и у жителей Нинецкого округа, и у туристов из других регионов. При посещении особо охраняемой природной территории гостям и жителям города необходимо получить согласование на посещение ОПТ, дабы не нарушать режим. Если граждане не получают согласование на посещение особо охраняемой природной территории, то законодательством и кодексом инвестиционной ответственности предусмотрено одместимое наказание. Это по статье 839 нарушение режима особой охраны. Установив информационные аншлаги, инспекторы отправляются на следующую ОПТ в район Вашуткинских озер. Сюда частенько наведываются браконьеры, ведь здесь обитает большое количество рыбы ценных пород. В ходе рейда инспекторы обнаружили сразу несколько незаконных построек. В настоящий момент на особо охраняемой природной территории имеется значительное количество незаконных построек. Данные постройки выявляются стройниками, оформляются материалы и проводятся проверки по данным материалам, по данным постройкам. А вот нарушителей на территории заказника не обнаружили. Лишь на одной из баз проверяющие встретили коренного жителя этих мест. Олег Сидей на Вашуткинских озерах живет уже 13 лет. Работает на сельскохозяйственный кооператив «Рассвет Севера». Кусты заготавливают. Ненцы приезжают, заказывают, сетки садить им. Их теологи сказали, что можно 60 тонн в год вылавливать и не выловить. То есть очень много рыбы получается, да? Здесь очень большой же, водораздел очень большой же. Кстати, оленеводам на особо охраняемых природных территориях разрешается вести традиционную сельскохозяйственную деятельность. В том числе и вылавливать рыбу. Главное – оформить необходимые документы. Что же касается туристов, им необходимо получать согласование на посещение любой ООПТ. Для этого необходимо обратиться в Центр природопользования и охраны окружающей среды. Процедура занимает всего три дня. Что же касается рейда, инспекторы проверили также заказники Марию и Хайпудырский. Мероприятия по охране и мониторингу ООПТ будут продолжаться. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич. Телеканал «Север», Ненецкий автономный округ. В поселке Искателей продолжаются работы на объектах благоустройства общественных и дворовых территорий в рамках реализации государственной программы формирования современной городской среды. Благоустройство общественных территорий, пешеходной зоны в районе улицы Геологов и детской площадки на улице Озерная завершилось посадкой зеленых насаждений. Здесь сотрудники администрации поселка и неравнодушные местные жители высадили порядка 40 саженцев. Участвуем каждый год и такую традицию надо проводить, считаю, каждый год, чтобы наш город зеленел. Эта акция полезна для нашего города, поселка. В нашем городе не так достаточно зеленых насаждений. Я думаю, что такие акции проводить надо чаще, и наш город будет тогда не утопать в песке. Участие местного населения в приоритетном проекте формирования комфортной городской среды обязательно. Посадить саженцы жители благоустроенных территорий могут в любое удобное время. Места для посадки отмечены так, чтобы зимой во время уборки снега деревья не пострадали. Промониторим их весной, но летом посмотрим, как они проживутся. Конечно, мы за ними будем поливать. У нас налажено все в комбинате, все это есть. И поливалка, все, подъехали, полили. Но не все деревья проживаются, поэтому те, которые не прожились, мы их, естественно, пересадим. Однозначно. Ели березы и можжевельник для пересадки в центр сотрудники комбината по благоустройству поселка Искателей выбрали с окраин. Для сохранности зеленых насаждений деревья изымались в разрешенных местах. Это территории, где им в дальнейшем предстоит вырубка. Для освобождения земель под жилищное строительство. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал Север. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибольский провел очередной прием граждан по личным вопросам. На встречу было приглашено более десятка горожан, ранее записавшихся на прием главе региона. Большая часть вопросов касалась рассмотрения возможностей по улучшению жилищных условий граждан. Лишь один из вопросов, озвученный в ходе приема граждан по личным вопросам в субботу, носил характер общественной значимости. Председатель Совета отцов Ненецкого округа Алексей Канев предложил губернатору рассмотреть возможность более активного внедрения в образовательный процесс на территории региона методики российского ученого, врача, педагога, доктора медицинских наук Владимира Базарного. Она основана на здоровьесберегающих технологиях. В частности, Алексей Канев предложил Александру Цибольскому внедрить использование в школах округа специальной растомерной мебели с наклонной поверхностью – парт-конторок. По словам Алексея Канева, при использовании такой мебели учебные занятия проводятся в режиме смены динамических поз. Часть урока ученик сидит за партой, а другую часть стоит за конторкой. Тем самым сохраняется и укрепляется его телесная вертикаль, позвоночник, осанка – основа энергетики человеческого организма, пояснил председатель окружного совета отцов. Губернатор округа согласился с мнением, что использование здоровьесберегающих методик при организации образовательного процесса является одним из важнейших факторов. Глава региона поручил своему профильному заместителю, курирующему работу регионального департамента образования, культуры и спорта Наталье Сидоровой предусмотреть возможность использования мебели и методик Владимира Базарного в школах округа. Деревня Куя отметила свой юбилей – 445 лет со дня основания. На юбилей в старинную северную деревню приехали гости из окружного центра и артисты художественной самодеятельности. О том, как все прошло, в материале моей коллеги Натальи Кисляковой. Николай Поздеев родился и вырос в деревне Куя. После службы в армии вернулся в родные края и остался работать на электростанции. С детства я рос всегда любопытным мальчикам, ну как получается. И они постоянно рассказывали, как жили раньше старики, как жили люди во время войны, как работали. Вот я и решил, пока собирал сведения, что-то записывал, что-то в уме сохранилось. Так и решил вот установить стол. Начинал с 15-го года собирать списки. Пока строили часовню, времени не было. Но в 18-м году что-то построили, тогда и уже занялся столой. Николай Поздеев совместно с администрацией Приморско-Куйского сельсовета и жителями деревни Куя собрали денежные средства на изготовление и установку стелы труженикам тыла, овавшим вместе с фронтовиками по обеду в Великой Отечественной войне. Сегодня будет открыта стела, памятная стела труженикам тыла. Что особенно важно, что это инициатива самих жителей деревни Куя. Инициатора Николая Лисеевича Поздеев. Это их идея, это их мысли, это их работа по сбору информации о людях, которые трудились. Сбор денег, это все огромная, кропотливая работа. Мы со своей стороны тоже поддерживали это начинание. Ну и вот результат у нас сегодня, мы сегодня увидим. Я хочу сказать, что лозунг «Никто не забыт» и «Ничто не забыто» он очень правильный. Ведь это наша история, а историю забывать нельзя. И пока мы будем помнить людей, историю, будет жить наша страна, будет жить наш округ. Торжественное открытие и возложение цветов приурочили к юбилею деревни. История деревни Куя начинается с далекого 1574 года. Тогда это было рыбацкое поселение с морской пристенью. Сегодня в Куе насчитывается более 80 человек населения. Есть начальная школа, детский сад, фаб и электростанция. Юбилей Куя – это наш общий праздник. И сердце каждого в этот знаменательный день наполнено неподдельной радостью и гордостью. Куя – это родина многих замечательных людей, которые год за годом прославляют свою деревню, наш северный край. Здесь живут трудолюбивые, гостеприимные, уверенные в своих силах и верящие в прекрасное будущее люди. Поэтому каждый раз мы искренне радуемся приезда сюда. Пусть растет и развивается Куя, пусть на ее улицах всегда звучит детский смех, а встречи близких и друзей будут наполнены теплом и радостью. С юбилеем, дорогие друзья! В честь юбилея деревни за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие Ненинского округа, заслуженным жителям, а также активу клуба земляков деревни Никицы, были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. С поздравлениями выступили представители власти. Уважаемые жители деревни Куя, поздравляю вас с 445-летием с образованием деревни. На карте России Куя, крошечная точка и сотен тысяч населенных пунктов. Но для многих жителей Ненинского округа это дорогой сердце уголок. Для кого-то Куя, моя малая родина. Для кого-то место, где отдыхала к лету у бабушки или приезжал в гости к родным и друзьям. Она стала неотъемлемой частью региона. В ее летопись вобрала историю людей десятков поколений национальностей, традиций жизненного уклада коренного населения Крайнего Севера. Такими людьми, как же деревня Куя, всегда прирастала страна. Ваш вклад в освоение Заполярья неоценим. Пусть день рождения деревни станет для каждого из вас ярким и запоминающимся событием. На самом деле, сегодня большой праздник. 445 деревни Куя. Каждый из нас, каждый из нас каким-то образом связан с населенным пунктом. Для кого-то это молодость, для кого-то здесь еще проживает. И хочется сказать, что сегодня еще особый праздник. Сегодня праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Это хороший, добрый праздник. И он связан непосредственно с вашим праздником. Это вот, значит, какое-то особое, наверное, есть на земле такое, что совпадает. И хочется пожелать, чтобы вас Господь Бог и Матерь Божья хранила ваш населенный пункт. В завершении вечера прошел концерт, посвященный юбилею деревни Куя. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал Север. В 10-й раз клубы общения пенсионеров Ненецкого округа собираются на фестиваль «Я люблю тебя, жизнь». Праздничный концерт состоялся накануне в Наринмаре в культурном центре Арктика и был приурочен к 90-летнему юбилею Ненецкого округа. Творческие коллективы пели песни, принимали поздравления и подарки. Подробности у моей коллеги Ольги Руссу. Фестиваль «Я люблю тебя, жизнь» – это ежегодное долгожданное событие для пенсионеров Ненецкого округа. Традиционное участие в нем принимают не только горожане, но и сельские клубы общения. Эти нарядные пивуни приехали на фестивали с деревни Макарова. В деревенском клубе общения вдохновение 12 человек. Своим творчеством радуют односельчан. А когда получается, гастролируют по соседним деревням. И везде вдохновение принимают на ура. Перед каждым событием уже начинаем разручивать песни. Перед праздником, конечно. Да, праздник у себя. Тоже культура делает мероприятие. Радуем своих бабушек песнями своими. Песни у нас разные. Мы по юной деревне, по России. В общем, лирические всякие. У нас же был руководитель, кископиктор Владимирович. Он как бы ушел из жизни в 14-м году. Но мы продолжаем его, как бы, мужское дело. Поэтому у нас в основном все лирики, мелодичность. Вот эти песни. Да, мы такие песни все поем, исполняем. В репертуаре клуба «Золотой возраст» из великовисочного разнообразные песни. Но самое любимое – родной деревня «Живет, живет, село родное» и сочиненное местным жителем Леонидом Безумовым «Великая виска». Как приглашают, так встречаемся. Ездим по деревням. Ездили вот сейчас мы на 12 июня в Хангуре выступать. Ездили в Новый Гор выступать. В Щелино были выступали. Вот тоже мы в Селино поехали сами. Коткина выступали, ездили в этом году. В клубе общения «Родник» в поселках Ангурей 26 участников. Все, конечно, на фестиваль приехать не смогли. В ближайшее время планируют устроить большой концерт у себя в поселке и приурочить его ко дню пожилого человека, посвятив спортивной тематике. У нас любимых песен очень много, поэтому мы не можем выбрать, которая песня самая лучшая. Но, конечно, самая лучшая песня – это песня о Хангурее. У нас две песни о Хангурее уже есть. Мы уже исполняли их, по округу уже ездили, исполняли их. А вот у нас 14-го числа у нас был юбилей поселка. К нам приезжали гости, и Татьяна Сидейска нам подарила еще одну песню о Хангурее. Мы ее будем разучивать и тоже будем по округу возить. В этом году на праздник приехали творческие коллективы из села Великовисочная, деревни Волоковая, поселка Индиго, села Нижняя Пеша. Всего 17 населенных пунктов. В зрительном зале – почитатели талантов. Некоторые, чтобы послушать любимые песни, приехали из деревень. Телевисочный любимый коллектив, вот из Телевиски приехали. А какую песню у них больше всего любите? У них и малышкарей, вот я так люблю. Я, вы, гимна, гимнатори. О, хорошая, хорошая. Сейчас вот у нас коллектив общества инвалидов будет выступать, поэтому пришли за них болеть. Здесь будут сегодня коллективы со всех наших поселений, так что мы очень любим смотреть, когда они приезжают к нам. Так что этот нужен фестиваль, конечно, да, потому что люди здесь с ней общаются и показывают, что они в течение года приготовили, какие новые песни. С каждым годом масштаб фестиваля растет, отметила руководитель Ненецкого отделения Союза пенсионеров России Римма Костина. Фестиваль начало был малочисленный, а теперь все больше и больше пенсионеров собираются в клубы. Все, кто любит петь, стараются приехать к нам на фестиваль и показать свое творчество. Как водится, высокие гости фестиваля дарили подарки и поздравляли с праздником участников творческих коллективов. В ответной речи Римма Васильевна обратилась к вице-спикеру собрания депутатов Максиму Арбузову. И пользуясь случаем, как говорят в моментах, мы просим депутатов решить вопрос с финансированием, чтобы наши пенсионеры-клубы, которые приезжают издалека, могли поехать со своими концертами по ближайшим селам. Мы будем признательны. Проблему обещали решить, а со сцены зазвучали душевные песни. Ольга Руслова, Вадим Носкин, телеканал «Север». Это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Напомню, что эти и другие новости вы можете увидеть в официальной группе телеканала «Север» в социальной сети ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Ямогучи». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова